Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу продолжить тему опционов. В прошлый раз я рассказал, что такое опционы и основные параметры, и закончил тем, что есть продавец опциона, есть покупатель опциона. И когда покупатель опциона покупает вот этот самый опцион, что он платит? Он платит премию за этот опцион. И он заплатил премию, то есть он сразу как бы в убытках, а продавец опциона получает эту премию. И если вы помните, я рассказывал, что у покупателя опционов вот эта премия это максимальный убыток, который он может потерять, он может дальше только заработать. А вот продавец опциона, он как раз наоборот, это максимальная его прибыль, а убытки продавца опциона бесконечны. И в конце концов я сказал, что на самом деле вся работа идет ради вот этой вот премии опциона. И сейчас я хочу показать, из чего эта премия состоит. А эта самая премия за опцион состоит из двух частей. Скажем, вот давайте я нарисую сейчас. Премия равно из двух частей. Это А плюс Б. Что такое А и что такое Б? А это внутренняя стоимость опциона. Что это такое? Ну, мы помним, что опцион может быть в деньгах, а может быть вне денег. Если опцион вне денег, то есть когда опцион вне денег, то на момент экспирации что происходит? Ничего не происходит, он равен нулю. То есть А это внутренняя стоимость. То есть сколько бы получил покупатель опциона денег, если бы экспирация опциона произошла прямо сейчас. То есть смотрите, если это опцион кол, то соответственно что происходит с опционом кол? То есть мы платим премию сразу, мы заплатили ее, а потом мы, значит, если цена растет в нужном нам направлении, то мы получим разницу между текущей ценой и ценой страйк. Временная составляющая, так называемая, это Б, это наценочка. И вот эта Б, временная стоимость опциона, она достаточно важна. Давайте сейчас я попробую нарисовать, как все происходит с опционом. Ну, для простоты возьмем опцион кол. Это, ну, самое простое для понимания. Все растет, там, так сказать, и наша прибыль растет. Все падает, мы ничего не теряем, кроме премии. Вот, меточка раз. И через равные промежутки. Это цены страйк. То есть, ну, цена как бы вот этого нашего опциона. Ну, понимаете, что они идут через равные промежутки. И предположим, предположим, что мы купили опцион с ценой страйк. Вот так вот. Вот она, цена страйк. И наш опцион, наш опцион, мы за него заплатили. Это опцион кол. Мы заплатили за него премию. И, ну, это какая-то премия. И, соответственно, вот сюда, вот если мы вниз продлим, вот сюда вот, да, то мы можем нарисовать следующее. А, да, сюда, вверх, это будет наша прибыль. Когда мы платим деньги, наша прибыль, соответственно, отрицательна. И вот она, вот какая-то, вот такая наша прибыль, которая отрицательна. Вот. Что вот это вот такое? Это минус, это наша премия. И после того, как опцион, опцион начал расти, вернее, базовый актив растет выше, чем цена страйк, то мы начинаем получать прибыль. Правильно? Смотрите, внимательно сейчас смотрите сюда. Вот так вот, раз. Вот так вот. Вот я рисую. Так, сейчас я неправильно чуть-чуть нарисовал. Вот как я должен нарисовать. Почему я рисую именно так? Смотрите, вот цена увеличивается. И мы получаем, мы получаем, вот цена увеличилась вот на столько. И мы получаем такую же прибыль. То есть, смотрите, вот у нас, когда мы покупаем опцион, мы платим премию. И когда цена базового актива превышает, вот сейчас очень-очень важно, очень важно для понимать, цена базового актива начинает превышать цену страйк, и наш опцион становится около денег. Почему? Потому что мы начинаем возвращать свои денежки. То есть, вот эта вот премия А, которая, внутренняя стоимость, она вот до сих пор была равна нулю, а потом она начинает расти. Чем, ну, и так как мы получаем разницу, то здесь вот этот угол ровно 45 градусов. Поэтому здесь должен быть строгий квадрат. Здесь 45 градусов. Вот. И поэтому, когда мы, когда мы будем в безубытке? Когда цена вырастет на величину нашей премии? Вот. Вот это вот очень-очень важно понять. Премию, которую мы платим за опцион. Смотрите, мы заплатили премию, мы в убытке. После того, как опцион, вернее, базовый актив начинает, цена базового актива увеличивается, и она становится больше, чем цена страйк, то есть вот сюда цена уходит базового актива, то премия, внутренняя часть премии А начинает увеличиваться. А, Б, мы заплатили. И поэтому, для того, чтобы мы начали получать прибыль, цена должна увеличиться. Ну, нетрудно увидеть, что раз здесь вот сюда и сюда одинаково, то есть вот эта величина должна быть равна вот этой величине. Ну, потому что 45 градусов, потому что цена должна увеличиться на размер премии. Правильно? Чтобы мы вошли в безубыток. Вот здесь вот наш убыток становится равным, как бы нулю, или наша прибыль становится равным. Здесь прибыль наша отрицательная все еще. Она уменьшается. Теперь прибыль становится... Мы уходим в зону в плюс, которая, в принципе, до бесконечности. Наша прибыль увеличивается до бесконечности. Ну, простейшая вещь, на самом деле, но понятная, да? То есть, смотрите, для того, чтобы наш опцион, в который мы вкладываем совсем мало денег, начал приносить нам деньги, вот он должен подняться вот на столько. И тогда вот он поднялся выше вот сюда, ну, значит, мы получили вот столько. А мы-то вложили вот столько. Вложили. Вот. Мы инвестировали вот эти деньги. Видим, да? И тогда вот только здесь мы начинаем получать прибыль. Вот в чем проблема-то с опционами. Понимаете? Вот она проблема. Насколько дешево мы, насколько мало мы заплатим премию. Вот до сих пор мы вернем только... Ну, вот здесь вот мы только возвращаем свои деньги. Вот она прибыль. Чтобы, еще раз, чтобы мы начали получать прибыль, цена базового актива должна увеличиться на размер премии. Поэтому, ну, конечно, мы хотим подешевле заплатить. А теперь самое интересное. А давайте посмотрим, а какую же премию мы платим. И для того, чтобы понять, какую премию мы платим, вот мы можем вывести доску опционов. На доске опционов мы можем вывести, смотрите, внутренняя цена опциона. Вот она. Понимаете? Смотрите, вот, внутренняя цена опциона кол, когда он ниже, чем страйк, равна нулю, а есть временная стоимость, которая будет тем ближе, чем ближе страйк. И вот эта вот желтая линия, это центральный страйк так называемый. То есть, если мы идем страйк выше, чем текущая цена, то внутренняя стоимость равна нулю. Если ниже, то, значит, соответственно, внутренняя стоимость увеличится на разницу между страйком и текущей ценой. Теперь дальше. А какая же она, эта внутренняя стоимость? Посмотрите. Давайте вернемся сюда. От чего зависит вот эта вот внутренняя стоимость? Сейчас очень-очень важные штуки на самом деле. Смотрите, от чего она зависит. Ну, понятно, что, смотрите, это, в принципе, это вероятность того, то есть покупатель платит продавцу опциона, это вероятность того, что базовый актив начнет расти. Потому что ради чего покупается опцион кол? Ради роста и ограничения убытков. То есть, если страйк, вот цена сейчас текущая находится вот здесь, например, да, на центральном страйке, какова вероятность того, что опцион пойдет вверх или вниз? Что он пересечет, вот, ну, как бы уйдет сюда? Да. Ну, достаточно высокая. А какова вероятность того, что он будет, базовый актив выше, чем вот эта цена? Ну, наверное, пониже будет. А какова вероятность того, что он уйдет вот сюда? Ну, наверное, еще ниже. А какова вероятность того, что нефть будет стоить там больше, чем 90 долларов? Ну, практически нулевая, понимаете? То есть, в принципе, вот эта вот премия, это вероятность того, что к моменту экспирации цена опциона увеличится, ну, в случае кол, на столько-то, ну, как бы делений, на столько-то ступеней выше, чем цена страйк. И понятно, что максимальная, максимальная доплата будет на центральном страйке. Давайте посмотрим, как оно есть на самом деле. На самом деле оно так и есть. Посмотрите, вот он, центральный страйк 65. И посмотрите, временная доплата, да? Это временная, временная что там? Временная стоимость. И смотрите, 0,02, 0,03, 0,04, 0,04, 0,066, 0,97, 1,09 и дальше 0,68 и так далее. Она пошла уменьшаться. То есть, на центральном страйке мы переплачиваем максимально. И для того, чтобы мы начали уходить в прибыль по опциону кол, если мы купим опцион кол, вот при текущей цене, цена должна увеличиться на 1 доллар. Понимаете? Вот теперь смотрим сюда, на график нефти. Что мы видим? Мы видим следующее, 64,70, да? И цена, то есть мы должны получать, начать получать, сейчас 64,70. Когда 65,70, не так уж и далеко на самом деле, мы начнем уходить в прибыль. А если цена уйдет ниже, то есть ниже будет, чем, ну, вот, если цена будет ниже, чем 60, там, ой, мы заплатили-то доллар с лишним, а 65, значит, выше, чем 66 она должна уйти. Только тогда мы начнем получать прибыль. В принципе, не так уж и далеко. Но с другой стороны, посмотрите, посмотрите, сколько мы переплачиваем. Переплачиваем. И возникает вопрос. А может быть, ну его нафиг этот опцион? Может быть, не стоит его покупать? И более того, я вам скажу. А может быть, его стоит продать? Даже если мы хотим, даже если мы надеемся на рост. Почему? Давайте посмотрим, как меняется вот эта вот временная стоимость от, в зависимости от страйка, то есть, насколько страйк удаляется от центрального страйка. Временная стоимость что? Уменьшается на центральном страйке она максимально. И если я сейчас куплю, например, 65 кол, то я переплачиваю за это доллар с лишним за каждый баррель. Оно мне надо? Смотрите, внимательно смотрите. Сейчас я перехожу в Excel. Я взял и скачал все вот эти вот временные стоимости. И посмотрите, что я получил. Временная стоимость опциона кол. Я это сделал то ли в воскресенье, то ли в понедельник. Вот этот график. Посмотрите. Переплата в воскресенье два дня назад была 1,47. 1,47 доллара. Цена должна вырасти на нефть. Чтобы я, чтобы мой опцион кол начал приносить прибыль. Но если я куплю опцион кол со страйком, купил бы со страйком 66, то я переплачиваю сильно меньше. То есть вот этот вот график мы просто опрокидываем и смотрим. То есть это вот наша переплата. И чем дальше страйк от текущей цены, тем меньше мы переплачиваем. Это очень важно понять. Очень важно понять. И на самом деле я подумал. А может быть, ну его нахрен этот опцион. Может я буду покупать опцион со страйком не 65, а например 66. Или 67, а может быть 68 даже. Чтобы поменьше переплачивать. И смотрите. Центральный страйк всегда самый дорогой. То есть вот эта вот вся линия по мере роста, она сдвигается туда. Понимаете? То есть я сейчас покупаю здесь вот этот вот 67 кол. Ну и пусть она до него не дорастет. Но как бы я сейчас купил 67 колом. Но цена-то временная стоимость, когда она начинает расти, временная стоимость начинает расти. Но этот опцион. Поэтому здесь очень-очень важно понять, как меняется временная стоимость. В зависимости, во-первых, от страйка, когда идет смещение цены в сторону увеличения, там, ну или в сторону уменьшения. И в зависимости от времени. Почему? Потому что смотрите, еще один момент. Вот он, 65-й страйк. Здесь максимальная цена 1,47. Она была в понедельник. А сегодня у нас, я вам скажу по секрету, вторник. Всего лишь вторник. Да, в воскресенье она была. Вот. Давайте посмотрим, какая сейчас максимальная цена. Сейчас максимальная цена, временная стоимость 1,13. Понимаете? И получается, что наша временная стоимость, она зависит не только от страйка, но еще и от времени, которое остается до экспирации. И поэтому вот эта вот кривая со временем, она каждый день трансформируется. Она вот так вот. Значит, смотрите, вот она сейчас вот такая, да? А потом она будет вот так вот. Ну, во-первых, плющится. Вот такая она станет. И она будет вот так вот. Вот так вот. Она плющится и уменьшается в размерах. Вот это вот надо представить все в голове. Понимаете? И после того, как мы представим все это, я говорю, «А может быть, нам не стоит покупать эти опционы?» Подумайте над этим. Может быть, нам стоит продать опцион. И если мы продаем опцион, то мы сразу получаем вот эту вот временную стоимость. То есть премию за опцион. И вот посмотрите, вот она, где тут 1.47, сейчас посмотрим. Вот она, 1.47, а внутренняя стоимость – ноль. То есть вся цена опциона – это внутренняя стоимость. Поэтому, может быть, нам стоит продать прямо сейчас опцион с центральным страйком. Подумайте над этим. А мы уже подбираемся к стратегиям. Поставьте сейчас, пожалуйста, лайк. Поделитесь, напишите комментарии. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.